МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости в студии теле радиокомпании Муравленко ТВ. Светлана Грачева, здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. Безборных обсуждений в рабочем режиме. Депутаты городской думы вышли с каникул. 25 сентября они провели очередное заседание. Заинтересованы в сотрудничестве. Жители города встретились с участниками проекта «Карские экспедиции», основная цель которого заключается в увековечивании памяти ямальцев. Призвание воспитывать 27 сентября дошкольные работники нашей страны отметят свой профессиональный праздник. На Ямале будут развивать нетрадиционное для нашего региона сельское хозяйство. Речь идет о строительстве птицеводческих ферм. В настоящее время в округе прорабатывается ряд инвестиционных проектов в различных отраслях сельского хозяйства. Птицеводческие фермы планируют создать в нескольких городах. Это будет современное производство замкнутого цикла, выпускающее полуфабрикаты, колбасы и иные деликатесы. Если говорить в целом о развитии агропромышленного комплекса, то до 2020 года на Ямале предусматривается строительство теплиц круглогодичного выращивания овощей на основе применения современных технологий. Такая появится и в нашем городе. Отмечу, что ускорение реализации этих проектов возможно при условии привлечения частных инвесторов. К другим темам. Депутаты Думы вышли с каникул. 25 сентября они собрались на очередное заседание. Оно прошло без бурных обсуждений. Основными темами стало утверждение новых нормативно-правовых актов и внесение поправок в ранее действующие решения. Все подробности у Юлии Лучниковой. В этот раз на заседание первое после каникул пригласили жителей города. Вручение наград городской думы. Эта часть работы, пожалуй, самая приятная. Шестеро горожан удостойны почетных грамот думы и пятеро благодарностей. Кроме того, звание почетный гражданин города Муравленко удостоен Валерий Козак, генеральный директор предприятия Днепр. После депутаты включаются в законотворческий процесс. Темами первой рабочей встречи стало утверждение новых нормативно-правовых актов и внесение изменений в ранее действующие решения. Таких в этот раз набралось более десяти. Все они по большей части связаны с изменениями в законодательстве. Из наиболее существенных можно выделить вопрос о гарантиях бюджетникам. Урегулирован порядок начисления процентных надбавок к зарплате работникам в возрасте до 30 лет. Уточнен перечень документов на получение компенсации отпускных расходов и другие нормы, касающиеся проезда в отпуск на автомобиле. Устанавливается, что под личным транспортом принимается автомобильный транспорт, принадлежащий работнику или членам его семьи на праве собственности. Ряд других вопросов касался принятия новых документов. В частности, утвержден порядок управления многоквартирными домами, порядок подготовки нормативов градостроительного проектирования. Заслушана информация о состоянии и динамики криминогенной обстановки, на территории города. Стоит отметить, что в структуре отдела МВД произошли значительные изменения. Во-первых, он переименован в отделение. Вместе с тем сокращено 15 руководящих должностей. Однако общая численность при этом сохранена за счет увеличения штатов отделений, участковых, дознаний, УГРО, ОБЭП и других. Как показал анализ, за 8 месяцев текущего года, несмотря на продолжающееся реформирование органов внутренних дел, в этом году у Муравленко наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества преступлений. Не допущено совершение территории города особо тяжких и тяжких преступлений против личностей. Таких, как убийства, также у нас не допущено разбойных нападений и грабежей. К сожалению, на сегодняшний день в отделении МВД России по городу Муравленко просматривается явная тенденция к повлечению преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах. Такие преступления совершено 120 против 92 в прошлом году. Рост составил 30,4%. Анил Хвисько представил депутатам подробный доклад по всем направлениям деятельности полиции, в том числе по линии ГИБДД, отдела по делам несовершеннолетних и ряду других. Его доклад, как и остальные решения Думы, будет размещен на официальном сайте города, в разделе «Городская дума», после опубликования в печати. В целом можно отметить, что первое заседание прошло без бурных обсуждений. Все вопросы повестки утверждены положительными решениями. Юлия Лучникова, Тимофей Сапильник, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». На Ямале состоялся региональный день приема граждан. В Муравленко со своими вопросами жители могли обратиться в приемную представителя губернатора и администрацию города. Региональный день приема граждан, по словам специалистов, способствует более открытому общению местных властей с жителями. Обратиться с проблемами или просьбами к ним в этот день муравленковцы могли как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди. В адрес главы администрации города Александра Подороги и его заместителя по социальной политике Елены Молдаван поступило 8 обращений. Вопросы, хотелось бы отметить, они в принципе стабильные и просматривается как бы эта тенденция уже на протяжении многих лет. Большинство людей, конечно же, интересовал вопрос, как можно улучшить свои жилищные условия. Также были вопросы по земельным отношениям, были вопросы по развитию гражданского общества. Достаточно интересные вопросы. Состоятельная такая, длительная, подробная консультация были даны в ходе личного приема. Такие региональные дни приема граждан планируют сделать традиционными и проводить в конце каждого квартала по четвергам. Открытость власти – приоритетный формат работы городской администрации. Со своими вопросами, проблемами и пожеланиями к ним может обратиться любой желающий, причем по различным каналам связи. Продолжаем выпуск. В Муравленко на этой неделе прошли командно-штабные учения. В ходе тренировок отрабатывались совместные действия командно-начальствующего состава, руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций по выполнению задач в области защиты населения и территории города от возможных чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Командно-штабные учения – плановое мероприятие, которое проходит один раз в три года. Во время таких тренировок проверяют как теорию, так и практику. По легенде, учений на городском водозаборе произошла вымышленная авария. Члены городской комиссии по чрезвычайным ситуациям оперативные и коммунальные службы города отработали алгоритм действий по решению нештатной ситуации. По замыслу, она была вызвана прекращением подачи в город питьевой воды. Другая легенда учений была связана с переходом с мирного на военное время. В завершении мероприятий специалистами была дана оценка готовности потенциально опасных объектов службы охраны общественного порядка, инженерной службы, аварийно-спасательных формирований, учебно-консультационных пунктов, а также служб оповещения и связи. При такой работе всегда есть на что обратить внимание. Информация доведена. Сейчас только что был проведен разбор команды штабного учения. Есть ряд замечаний. Таких, я бы сказал, несущественных замечаний, которые в принципе не повлияют на исход той или иной ситуации. либо при проведении каких-то работ по ликвидации черчайной ситуации. А так, в принципе, службы отработали достойно. И населению города Муравленко не стоит переживать за то, что их как бы бросит на произвол судьбы. Все руководители, все службы, все силы и средства сделают все возможное и невозможное для того, чтобы население города осталось как бы спокойным и примут все меры необходимые. Жителям города рассказали о ходе реализации проекта «Карские экспедиции». Встреча с членами Центрального поискового комитета состоялась во второй школе. Проект «Карские экспедиции» нацелен на увековечивание памяти ямальцев, погибших в Великой Отечественной войне и тружеников тыла. Он инициирован общественностью, его поддерживает губернатор округа. «Карские экспедиции» проводятся в рамках года гражданского единства и подготовки 70-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне. До 2016 года предполагается создать целый комплекс электронных баз данных память Ямала. Встречи с членами проекта «Карские экспедиции» проходят во всех муниципальных образованиях округа. В Муравленко обсудили возможность участия активных горожан в мероприятиях «Карских экспедиций». Среди них конкурсы журналистских работ «Неизвестная война», художников «Карское море в огне» на лучшую исследовательскую работу среди учащихся об участниках Великой Отечественной войны акция «Бессмертный полк» – обучающий семинар для членов поисковых отрядов. Участники проекта заинтересованы в сотрудничестве с нашим городом и в частности с поисковым отрядом «Ратибор». В разных муниципальных образованиях разная ситуация. Тех, где ведется краеведческая работа, старые города, которые существуют давно, откуда призывались в годы Великой Отечественной войны, они, как правило, имеют свои книги памяти. Нам важно, чтобы эти люди, которые работают над этой информацией, чтобы они откликнулись и поделились этой информацией. Потому что нам необходимо наполнить нашу окружную книгу памяти. И тот объем работы, который предстоит сделать, он очень большой. 27 сентября все дошкольные работники и воспитатели детского сада отметят свой профессиональный праздник. В России эта дата была установлена в 2004 году по инициативе ряда общероссийских педагогических изданий. Сегодня в Муравленко работают педагоги, чьи имена с гордостью звучали и звучат из уст малышей и их благодарных родителей. Наша съемочная группа побывала в детском саду «Снежинка». Эльвира Валя-Ахметова познакомилась с воспитателями этого учреждения. В музыкальном зале детского сада «Снежинка» идет репетиция к празднику взросления и балу малышей. Валентина Сабебина объясняет, что подобные мероприятия помогают маленьким детям быстрее адаптироваться в учреждении и перенять опыт у ребят постарше. Сама Валентина Владимировна приехала на Север в 1987 году. Начинала работать в Золушке, потом перешла в «Снежинку». У нее больше 35 лет трудового стажа. Вспоминает, когда-то ее мама была воспитателем, которая и повлияла на выбор профессии своей дочери. Маленькие дети – это же самое-самое хорошее, самое прекрасное, что есть у нас. И если вот такие люди, если люди правильно выбрали свой путь, если у них есть щедрое сердце, любовь, то этим маленьким людям надо с детства прибивать все прекрасное. Другой сотрудник детского сада Ирина Федосенко пришла в профессию воспитателя по зову сердца. В «Снежинке» она работает также с самого основания учреждения. Говорит, у каждого человека в этой жизни свой путь, своя дорога, а воспитатель – ее предназначение. Потому что я люблю свою работу, люблю детей. С удовольствием каждый день с ними общаюсь, играю. Мне нравится их чему-то учить. Мне нравится наблюдать, как они взрослеют. И повзрослевших детей я с удовольствием отпускаю в школу. Это мой третий выпуск. Нашего прихода дети из группы «Красная шапочка» ждали с нетерпением. Уже очень спешили поскорее познакомиться с работниками телевидения. На днях ребята вместе с воспитателем начали учиться о замжурналистике и съемочного процесса. Возможно, и мои дети когда-то выберут профессию телевизионщика, говорит Валентина Викторовна. А вот сама с детства мечтала стать педагогом. И вот уже 37 лет на одном и том же поприще. Признается, что своей любовью готова окружить каждого ребенка. И это у нее получается. Я к любому ребенку могу найти подход. У меня не бывает сложных детей. Я считаю, что только взрослый человек может разрешить все проблемы. И если говорят, что ребенок, я не могу ничего с ним сделать. Так не бывает. Детьми не надо руководить. Ими надо разговаривать. Действительно, от воспитателя зависит многое. И то, как дети будут относиться к трудностям в будущем, строить отношения с другими сверстниками и взрослыми. И только любящий и понимающий педагог может научить ребенка видеть мир во всех его красках. Эльвира Валяхметова, Сергей Кириченко, телерадио-компания «Муравленко-ТВ». Всей семьей посадили деревья. В детском саду «Непоседы» прошла акция по благоустройству территории «Наш зеленый детский сад». Мероприятие инициировали воспитанники, а родители его поддержали. Педагоги-воспитанники и их мамы, и папы, всего более 150 человек, взяли в руки лопаты и высадили около 130 саженцев молодых деревьев и кустарников. Такое экологическое мероприятие в детском саду «Непоседы» проводилось впервые, но в будущем его планируют сделать традиционным. Причем высаживать будут не только деревья. Приходили с семьями, и мамы, и папы, и старшие братья, и сестры, и бабушки приходили с огромным удовольствием. Сажали деревья, получили массу позитивных эмоций, несмотря на такую не совсем приветливую погоду. И на сегодня это все новости. Я напоминаю, что видеоверсия информационных выпусков доступна на официальном сайте города «Муравленко.ком» и на сайте нашей телерадиокомпании «Муравленко.тв». Смотрите нас не только в телеэфире, но и в интернете в любое удобное для вас время. А я на этом с вами прощаюсь. Благодарю вас за внимание. В студии работала Светлана Грачева. Всего вам доброго и удачных выходных дней. Субтитры подогнал «Симон»